Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Art Photo Life. Меня зовут Серджио. И сегодня у нас распаковка. Это свет для блога. Свет RGB. Китайский. Должен быть красивый. Свет RGB. Давайте посмотрим, что это за зверь такой. И немного позже я покажу его в действии и расскажу, сколько он стоит. Приступаем к распаковке. Кстати, что самое интересное, несмотря на то, что я его купил на Алиэкспресс, доставили мне его с российского склада. И ждать мне пришлось около недели. Вау. Слушайте, ну коробочка очень даже прикольная. Умеют же делать китайцы, умеют же, а? Согласитесь. Честно говоря, мне даже как-то стрёмно её распаковывать. Жалко. Но мы здесь не для этого, поэтому продолжаем. Ух ты. О, он ещё меньше, чем я думал. Слушайте, ну выглядит очень приятно и эстетично. Такой чёрный матовый корпус. Давайте посмотрим, что входит в комплект. Итак, непосредственно сам светильник. Кабель Type-C. Друзья, Type-C никакой не USB. Круто. Крепление. Вот такой вот башмачок. Инструкция. И мягкий приятный мешочек для переноски. Давайте посмотрим на элементы управления. Итак, что мы имеем? Имеем один включатель. Вот он, похоже. Опс. Ууу. Заряд примерно наполовину. Спасибо вам, китайские друзья. Так, теперь давайте посмотрим крутилочки. Что у нас тут есть? Угу. Меняется мощность света. Угу. Достаточно прикольно. А где же, собственно говоря, RGB? Может, я что-то не понимаю? Сложно, сложно, б***ь, сложно. Может, нужно нажать? Вау. Нужно было притопить кнопочку. Вы посмотрите, какая прелесть. Хуу. Так, а ну-ка ещё раз. Вау. Хуу. Неожиданно. Это такой режим, да? Молния нарисована. Крутяк. Слушайте, мне уже это нравится. Так, давайте поиграем с ещё режимами. Ага. Это меняется постоянно свет. Прикольно, прикольно. Так, а где же у нас друзья постоянный? Ага, вот с настроечках можно подобрать постоянный любой оттенок из набора RGB. Выбрать наш любимый Циан. Хо-хо-хо. В общем, друзья, без инструкции всё понятийно понятно. Можно настроить для себя, можно побаловаться. Горячим башмачком можно прицепить камеры и изображать молнию, сирену автомобиля. Ну, достаточно прикольно. Итак, друзья, немножко поковырявшись, я увидел здесь три основных режима. Первый режим – это вы в кельвинах регулируете температуру, и вы дальше регулируете яркость этого света. Второй режим – это непосредственно RGB, где вы можете отрегулировать как тон, так и насыщенность этого цвета. И третий режим – творческие всевозможные мигалки, там молния, полицейская машина. Ну, так достаточно забавно, можно использовать, конечно, и при съёмке роликов. Для фотографов не хватает второго такого светильничка, чтобы делать градиент, да, фиолетовый, жёлтый, циановый, оранжевый, teal and orange, ну и так далее. А теперь давайте посмотрим, заряжается ли он через пауэрбанк, и самое что главное – будет ли он работать. Потому что, знаете, бывает как девайсы, либо работают, либо заряжаются. Вот мы сейчас проверим, это очень интересно. Так, зарядка пошла, на экранчике отображается, теперь давайте включим. Отлично, друзья, отлично. Он не просто заряжается, но и работает. Соответственно, вот с таким девайсом можно путешествовать и отправиться в любую точку земного шара, для того, чтобы быть мобильным и подсвечивать всё от чего. О, экшн-камера отключилась. Единственное, что во время зарядки он не даёт повысить светимость более чем на 80, максималка 100. Давайте попробуем его отнести подальше и вообще как-нибудь осветить эту комнату. Мне интересно, пробьёт ли он такую здоровую комнату или нет. Как он будет освещать задний фон? Итак, друзья, стоит этот замечательный девайс всего лишь 35 долларов, купить его можно на Алиэкспресс. Кому интересно, я ссылочку оставлю под видео. Это, конечно же, свет непрофессиональный, но поиграться, побаловаться, подсветить задний фон вполне сойдёт. Для фотографа, пожалуй, подойдут две такие световые панельки, и можно выставлять красивый интересный градиент и снимать даже моделей. Будет достаточно интересно. Ну, я, честно говоря, не особо люблю фиолетовые и циановые лица, а подсветить немного передний или задний фон, когда снимаешь блок, мне кажется, это замечательный недорогой девайс. Тем более, что он достаточно мобильный, в дороге можно его брать куда угодно. С пауэрбэнком он не просто заряжается, а может и работать, правда, не на всю мощность, а всего лишь на 80% своей яркости. Но это не страшно. Надеюсь, это видео было чем-то вам полезным. С вами был Серджио и интерактивная фотошкола ArtFotoLife. Всем пока и до новых встреч! А зачем ты в экран-то смотришь? Тебе нужно смотреть в объектив. Субтитры сделал DimaTorzok